На тренировку у меня тут, знаете, какая-то новая волна прям любви к спорту, и я помню еще пару-тройку лет назад буквально я думала о людях, которые постоянно занимаются, типа ну что же вас мотивирует, и когда читала вот эти истории, что типа 21 день нужно, чтобы выработать привычку, и потом тебе не хватает спорта, то есть если ты не занимаешься, тебе плохо, и я такая лежа на диване там с орешками, думала, ну вообще, что это за болезнь такая странная, и как ей заразиться наконец-то, то есть для меня прям было мучение, приходила в зал, когда все так кончится, вот, и как бы вообще не отворачивалась от часов, считала каждую минуту, что теперь вот реально, если у меня есть, помните, потом я еще любила лазить по торговым центрам, и я огромное количество свободного времени уделяла тому, чтобы поехать себе чем-то купить новенькое и снять об этом влог, так вот сейчас, если у меня есть какое-то свободное время, хотя бы немножко, ну типа там есть пара часов, я еду в зал, вы прикиньте, то есть я думаю, так, похожу на дорожки, на эллипсе поскочу, потом там сделаю растяжку, и в общем, постоянно у меня мозг ухищряется, чтобы придумать какой-то повод, что полезного могу сделать в зале, как я тут растянусь, как позанимаюсь, и вообще у меня какой-то несравнимый кайф реально после тренировки, то есть я вся замучена, все болею, вот так вот хожу там, не распрямиться, не присесть, вот вы не поверите, я в принципе не допускала мысли, что все эти истории это правда, наконец-то я этим тоже слегка заболела, и в общем, сегодня на самом деле праздник, и типа дороги пустые, никого нет, все там, ну, занимаются приятными вещами, а я списалась с подружкой, мы вот решили позаниматься, и в общем, зачем я это все затимала, чтобы показать вам чехол, посмотрите, какой я нашла бомбический, и что мне понравилось, на самом деле я прям листала сотни этих чехлов, и как бы такая, ну, чуть не ту, вроде цветочки нравятся, но думаю, какой-то бабушкин огород, типа фруктики, думаю, ну, опять еда, какой вариант не возьми, везде какой-то подвох, и совсем я не могла выбрать телефон, который хотя бы немножечко мне понравился, и вот я вижу вот это, посмотрите, в общем, здесь девочка с розовыми волосами, посмотрите, у нее сережки какие, воздушные шары, топ, здесь море, на чокере у нее звезды, и в голове тоже какой-то космос очки, я бы еще сюда добавила надувающийся розовый пузырь из жвачки, но так тоже очень миленько, единственное, я думаю, не слишком ли инфантинно мне с таким чехлом ходить, вот, то есть он мне так понравился, я прям, знаете, с прислабом такие картины, можно сказать, его заказывала, и вот у меня такой красавчик, ну, думаю, ладно, по сравнению с тем, с какими ужасными макияжами регулярно хожу, и как меня все наблюдают, в общем, это будет меньше стрих к портрету, как думаете? Ребят, я вам уже рассказывала про центр сексуального образования Secrets, где преподают профессиональные сексологи и психологи с большим опытом работы, так вот, меня пригласили недавно на тренинг, и я пришла, на самом деле, в центре очень много разных направлений, тем я просвещалась на тему укрепления мышц малого таза, до этого я читала разную информацию про упражнения Кегеля, это когда вы внутри себя мышцами как бы плавно поднимаете лифт и опускаете его, но оказалось, что даже у этого упражнения есть очень много нюансов, как его делать правильно, и более того, даже если вы занимаетесь спортом, ходите в спортзал, там качаете мышцы, которые, ну, в общем, визуально вы видите эффект, то сами собой мышцы малого таза вообще не прокачиваются, то есть ими прям нужно целенаправленно дополнительно заниматься. Я вот вообще не знаю, где в другом месте можно получить эту информацию, рассказанную доступным языком, она ведь очень-очень важна, потому что помогает поддерживать внутренние органы в правильном положении и тонусе, иначе, особенно, например, после беременности, все это мероприятие может ослабляться и вплоть до того, что начинаются истории чихнула, пописала, вот, причем если этим специально не заниматься, то все это усугубляется вплоть до того, что вы там не сможете выйти из дома без дополнительных приспособлений, к сожалению, это реально часто встречается. Зайти в любую аптеку, в каждой продаются специальные штуки для таких вещей, но хорошая новость состоит в том, что на это можно влиять и решить проблему просто правильными упражнениями. На тренинге нам даже рисовали анатомические схемы, что где расположено и как правильно с этим работать. Вообще, центр Сикретс проводит живые тренинги в Москве и Питере, и все преподаватели там опытные, практикующие, сексологи и психологи, и у центра даже есть лицензия гособразца. Вы можете попробовать пойти на бесплатное водное занятие и задать даже самый интимный вопрос специалисту, плюс вам подарят методичку с практическими техниками. И только бесплатных мастер-классов там штук 10, причем вообще на любой вкус. Женское и мужское здоровье, саморазвитие, психология отношений, а для жителей других городов есть вебинары, так что ссылочку я оставлю в описании к видео. Ребята, привет! Ну что, начинаем новый влог, и я сейчас отправляюсь... Не угадайте, куда? Да, наконец-то не в салон. Еду в аквариумный магазин посмотреть каких-нибудь новеньких рыбок или карачек. Небольшое обновление произвести тех животных, которые у меня есть, потому что сейчас резко-резко сокращается вообще возможность хоть что-то купить, потому что вроде бы прекратили поставки, и так как морские животные в своем подавляющем большинстве не разводятся в условиях аквариума, то есть даже если проращиваются мальки у рыб, то они дальше не прорастают, им не хватает кормовой базы. Это сильно сложнее, чем в пресном аквариуме, поэтому большинство рыб, которые продаются в магазине, это либо выведенные на специальных фермах за границей, либо выловленные прям вживую с коралловых рифов. В общем, и того, и того сейчас становится сильно меньше, и у меня все равно такой полупустой аквариум. Я подумала, было бы классно что-нибудь купить. Сейчас, пусть не откроется. Я так попала на кормление кораллов. А что это за ауфактон? Цекло. Цекло. В общем, замороженное цепло. Так обдувают, и они ловят у них там в середине рот, такая дырачка, и поглощают еду. Видите, с помощью старой доброй клизмы. Груша. А, груша. Так, что мне очень понравилось из кораллов? Вот такие вот у меня есть, и такое-такое. На самом деле, когда в основном много камней, очень сложно там что-то рассмотреть, если у вас прям все не засажено. Вот мне понравилась Галаксия. Видите, зеленая есть, и оранжевая. Но оранжевая, вот в моем аквариуме, она гораздо более тускло смотрится. То есть, то, что часто оранжевым называется, по сути, оно коричневатое. А вот это именно неоново-зеленое. Видите, такие маленькие, щупаются классно. Некоторые длиннее. Некоторые, короче, вот когда у них конкуренция между собой, у кораллов, то коралл может выпускать вообще длинную, такую стрикательную клетку и жарить соседа. Ну, отвоевывать себе пространство. Они прям могут длиннющие быть. Дальше вот такой красный. Это у нас трахефилия. Ну, в общем, так-то, да. Сейчас вам юмор и название придумала. Вокруг, кстати, куча аптазий. Мои аптазия – это сорняки, которых я недавно пыталась вытравливать. Вот видите, такой коричневый сорнячок, отдельно сидящий. И это, в общем-то, заразия, которая очень быстро распространяется, вакуаривая. И начинает жарить все, что ни попадя. Его тоже. Ну, фактически, аптазия всегда задавит любой декоративный коралл. Это тоже трахефилия жуфруа. Зеленый металлик. Это, кстати, о рыбках хелма. Тоже классно, но их сложно раскармливать, потому что чаще всего их ловят с помощью яфтов, ну, как бы, субля. И они потом очень тяжело к аквариуму привыкают, и большая часть погибают. Кстати, видите, покормите их, и смотрите рот посередине, как надулся. Он и схватил кусочек еды переваривает. Вот это тоже красиво, но у него частично обнажен скелет уже. То есть там смысл, что это жесткий коралл, то есть у него жесткая основа кальциева, и сверху мягкие ткани. И когда ему там как-то хреновенько, то мягкие ткани начинают обнажать жесткий скелет. Он сползает постепенно, и может, как бы на косточку остаться. Да, красиво, но не уже скелет как будто... Немножко местами есть, да. Да, ну, я просто думаю, что он может же не восстановиться, это ему прям суперсловие нужно. А здесь еще есть с выставочными аквариумами, но которые плотно заселены, и практически голых камней нет. Так, конечно, вообще потрясающе все это выглядит. Вот это все кораллы, такие пузырчатые рыбки. Небольшой объем в целом, но все прям цветет и пахнет. И видите, в песке видны ходы червей. Вот тут вот даже венчик такой, как будто веер, это тоже хвостик червя, он и младит еду. И потом в трубочку засовывает, и облизывает. Вот такой огромный аквариум, тоже здесь прям суперкаралл, здоровенный. Какая красота. Ну вот реально непозорный прям аквариум, красивый. И, кстати, хороший показатель, ну, того, что аквариум уже зрелый, такой, стоящийся, вот это жесткий коралл. Это, кстати, коралл линяет. Видите, он шкурку сбрасывает. Тоже регулярно они так делают. В общем, хороший показатель отсутствия нижних, ой, господи, низших водорослей. Вот это огурец, кажется, очень какой-то слезняк, а заяц по-моему, там слезень, который ест траву. Так, ну что, показываю вам уже свой аквариум. Пересадили вчера мы три коральчика. Вот, оранжевый, зеленый. Видите, он уже маленький. Свои тоже щупальца достал вокруг рта, такие ворсинки. И галаксия тоже салатовая. Ну, реально, как галактика выглядит. И, в общем, девочка, которая мне помогает вести аквариум, Лена. Я ей скинула сейчас видео, как все это выглядит. И она показала, что галаксию надо прям в сторону отставить, потому что она выпускает щупальца агрессии до 15 сантиметров. Ну, вот эти, ну, как типа стрекательные клетки, которые жалят. И смотрите, что я заметила. Видите, у вот этой лепешки, это тоже коралл, полностью расправленные края везде, со всех, со всех, со всех сторон, кроме одной. Видите, со стороны, где она примыкает, галаксия, вот край оранжевый, он поднят вверх, то есть она пытается это двинуться, но ходить не может. И эта зараза уже, видите, у нее все как бы короткие щупальца, да, а одну в сторону вот этого оранжевого коралла, я не помню, фунги это что ли, в общем, он вытянул. Зараза, такая начала охоту уже. Хотя, как бы внешне ничего не происходит, но вот этот уже чувствует агрессию, вот, и пытается удалиться. Так, что еще я вам хотела показать, то, что здесь у нас наконец-то размножился планктон. Блин, у меня какие-то записки зоолога. На самом деле, вот если вы видите, маленькие такие штучки, и они бегают. Это вот зоопланктон. То есть, маленькие реально букашечки, которые перемещаются, это очень круто, потому что планктон составляет важную часть экосистемы. Потом я хочу завести рыбку, мандаринку, которая как раз всем этим добром питается. Она безумно красивая, просто моя рыбка мечта. И по-другому ее невозможно содержать, только если у вас много планктона, который сам восполняет популяцию, и в то же время хватает на корм рыбкам. Вот, видите, ура, фокус, кажется, с нами случился. Видите, перемещаются, они на самом деле живые, ползают по стеклу. Так, ну что, смотрим, видите, вытащила свои щупальца агрессии, вот, все короткие, одна длинная. Прямо достает до оранжевой лепешки, жалит ее, как такой агрессивный червяк. Ребята, у меня тут такой кошмар произошел, я даже не стала как рассказать. если честно, я в таком адском ужасе. У меня завтра фотосессия, я встречалась с девчонками, они долго готовились, они заказали классные костюмы, там вообще будет потрясная одежда, в общем, сняли студию, придумали концепт, как это все организовать, как это должно выглядеть. Я была уже в ожидании, поставила будильник, сходила в душ, все собралась, ложиться спать, и тут думаю, так, ну 15 минут еще посмотрю видео, и я как раз купила, короче, выглядит странно, но это, в общем, присоска для массажа вакуумного, то есть она вот так сжимается, присасывается, и она втягивает кусок кожи, ну, собственно, ей можно делать какой-нибудь массаж. Чем вы сильнее сожмете, тем она больше оттягивает кусок кожи, и вот так вот можно передвигать, все думают, знают, вакуумный массаж, короче, я сделала себе массаж, где хотела, потом думаю, так, надо лицо помассажировать, я помассажировала, не знаю, видно, но это еще не все, короче, я подошла, я подошла к зеркалу, смотрите, ой, 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 господи, блин, блин, это еще хрень с двух сторон и здесь еще, то есть я вот как пересосалась, блин, я не знаю, что делать, я не знаю, можно это вообще замаскировать, как думаете, мало того, что, сейчас Сережа это увидел, Сережа, что это было? это массаж, массаж сделала, два равенца где, вторая нет? есть, вторая, ага, у тебя попадаешься что ли? Link, что на лицо? у меня это что-то, ты капилляр, это синяк, мне не больно было, зато красиво, мне не так ужасно, что я девчонок подвела, от синяков точно правда какой-то крем от синяков точно в общем ребят я нашла крем от синяков и сейчас его октяна втираю еще думаю сделала фотографию отправлю визажисту чтоб она не сдала ящик консилера взывали чем можно помочь ну такой еще фиг замаскируешь смотри я все лежу дело но смотрю там видео и думаю блин не останется засосну думаю мне вообще не больно откуда он останется и потом подошла к зеркалу не знаю поможет ли что-то мне подсказывает что вряд ли так ну пришло я не знаю сколько минут 10 что-то лучше не становится а еще вспомнила как мне но это было не реклама а просто мне по моему в рассылке присылали восковые полоски для эпиляции почему я думаю что это не реклама по моему предварительно они не видели ролик и я полосками для ног решила удалить и сына и не разбиралась ну полоски и полоски там вот такая вот была с таким слоем воска я вот так вот наклеила просто на пол лица и после того как все это оторвалось мне кажется там остался сантиметр эпителия общем я выложил этот влог но что очень странно после этого со мной связались производители полоски и они мне заплатили сколько закрыла доступ к этому видео подержала еще лед ну что ребята огромный всем привет и вот фотосессия который я вам рассказывала с алисей тогда да да вы ее знаете мы с ней снимали видео про чемпиона мира по макияжу на я на самом деле вчера ночью я присылаю фотки и говорю че делать замажем мы это нет при этом спала с гелем для рассасывания синяков и причем вроде бы вот эти более-менее прошли а вот этот я смотрю же мы вообще не чувствительно не больно у нас сегодня будет бомба просто вы должны представляете замедленного действия вот там немножко висит бомба как мне жить с этим хотя подумай если ходить с распущенными волосами щеки будут закрыты вот я сегодня проснулась и няня мне спрашивает а что у вас с лицом я смотрю на но на мне так смотрят типа что что-то недоброе да случилось и я начинаю объяснять о это дело массаж вот этот баланс и она мне вообще не такая реально выглядит как последствия избиения вообще так еще кругленько маленький кулачок так зеркально ну да я просто я вот тут вот мосфеттеры хотела расслабить а и я их обычно промена вот так надо открыть рот и вот здесь давить потому что они в гипертонусе у всех просто постоянно вы жуете они сами не расслабляются из-за этого бруксизм может быть потом он просто ну дискомфорт какой-то овал может тоже лица не такое классно быть когда чем когда мосфеттеры расслаблены в общем надо растягивать расслаблять это всегда больно я прям офигела от того что я эту банку присосала на щеке и я чувствую что мне мосфеттер начал растягиваться но это не больно даже немножечко приятно и я такого какой классный способ нашла и это карась его посильнее еще присосала чувствую здесь тоже так вытягивает мышцу и она растягивается расслабляется думаю потрясающе где было раньше и на вторую щелку потом то и вот как раз вот это место но потом подошла к зеркалу хорошо что хотя бы не чувствуете на цвет перекрыть можно да но просто в этом и фигня и что если было больно я бы хоть спалила на ранних этапах ну что ребят такой мне он мне кажется безумно футуристичный да правда вот этот компес ну думали что он будет поплотнее а на самом деле как колготочки эти прозраще у меня даже видны трусы на на фотках в принципе этого не будет видно и я кстати надела самое незаметное мне кажется который мне есть на в общем это не помогло вообще чумовой но он немного кичевый но это как бы специально вот супер перстни вот этот корсет да бьется сапогами черно-белой перчатки ночью и на самом деле крутейший макияж такой кукольный хвост в общем реально как из мне кажется 5 элемента там на космическом корабле мне кажется такие барышни ходили вот такая вот у вас аленка теперь так на что образ номер два тоже такой сумасшедшие бомбические ботфорты конечно в жизни у них ходить просто невозможно на платформе с огромным каблуком на фотках смотрится очень круто и платье с одним голым плечом то есть вот так вот с рукавом летучим мыши очень классная расцветка видите все разноцветное и чушь он показать а немножко мы дополнили мы кстати практически полностью замазали мои синяки немного есть и но как бы на фоне того что все ярко вот это смотрится максимально влеклым пятном вот здесь жемчужинка и угадайте куда сегодня я поеду с таким макияжем тадам вас три попытки как вам этот образ алиса осматривает динозавра да как врач динозавра мама это что у него тут мозги если что у него тут мозг на и забрать мозги стоять у него там микробы будет заражен как вы так а во рту верешечка еще ром завтра позвоните доктор завтра а сегодня что сегодня у него температура надо нам туда воды куда туда горлышко смотрели я я лепестами провода тут было красно тут синие а вот так то теперь синяя тут красная и поэтому они работают они работают починишь сейчас так 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 все готово сейчас еще немножко открывать пожалуйста пасть тут микробу а вот и убежите доктор позвоните завтра если вам будет плохо открывать это не грустно и даже смешно поиграли и стали как все слишком поздно дошло слишком круто вошло крепко на тебя подсел я потратил последнюю жизнь ты поумнела и стала я тебе стал чужим и слова как ножи только сердце как хрусталь а может это был я тот кто вырубил пробки может это был я